Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Зеленина Ольга и мы продолжаем цикл наших программ. Как вы помните из моего последнего выпуска из праздников октября, 25 октября, День Автомобилиста. Сейчас практически невозможно представить свою жизнь без личного транспортного средства. И, конечно же, когда мы покупаем новый автомобиль, мы думаем, как мы будем быстро и с удовольствием летать на нашей ласточке. Но никто не задумывается об обратной стороне медали, если что-то случится на дороге. Сегодняшний выпуск посвящен безопасности на дорогах и как правильно действовать в случае возникновения дорожного инцидента. Именно поэтому сегодня я решила встретиться с двумя очаровательными девушками и профессионалами свое дело, которые помогут разобраться мне в этих вопросах. А встречу я решила назначить в кафе «Веранда», где можно не только провести деловые переговоры, но вкусно покушать и отлично провести время. Это то, что нужно. Анастасия, Евгения, добрый день. Добрый. Добрый день. По рекомендации моих очень хороших знакомых я решила к вам обратиться за помощью. Но для начала расскажите немного о себе для меня и для наших телезрителей. Здравствуйте, Ольга, меня зовут Евгения. Я лицензионный паралегал и я могу вас сегодня проконсультировать. Добрый день, Ольга. Меня зовут Анастасия. Я тоже лицензионный паралегал и к тому же нотариус. Мы с Евгением основатели компании J.Drigal и готовы помочь вам. Ваша профессия звучит как «лайсенс паралегал». Чем занимается паралегал? В чем отличие паралегал от адвоката? Конечно, паралегалы, как и адвокаты, занимаются какими-то легальными вопросами, но у паралегалов есть какой-то определенный лимит в своих обязанностях. Вот, например, паралегалы могут заниматься какими-то определенными делами, которые проходят через small claims court, и это до 35 тысяч. Потом паралегалы могут заниматься провинциальными судами, и это, например, трафик-тикеты или фишинг-тикеты, то есть какие-то определенные нарушения, которые не связываются с тюремным наказанием, и криминальными нарушениями, которые не превышают 5 тысяч и 6 месяцев лишения свободы. То есть паралегал занимается трибуналами, включая в себя Landlord and Tenant Board, Human Rights Tribunal, and License Appeal Tribunal. То есть License Appeal Tribunal – это как раз связано с авариями, и это тем, чем мы занимаемся в Jade Legal. Как я понимаю, вы являетесь партнерами. И ваша компания называется Jade Legal. Как долго длится ваше сотрудничество, как вы познакомились и почему Jade? Что означает это название? Мы с Евгением познакомились более 10 лет назад в медицинском центре. Мы решили объединить наши знания и опыт для более плодотворного сотрудничества. Ольга, вы спрашивали за Jade. Jade – это камень, который символизирует удачу, справедливость, благополучие. Это, в принципе, то, что мы несем для наших клиентов. Я автомобилист со стажем вождения 2 года. Понятно, что опыт это небольшой. И в случае аварии я, так и многие другие, не знают, что делать и с чего начать. И есть ли у вас какая-то пошаговая инструкция, что делать в случае возникновения дорожного инцидента? Конечно, конечно, Оля, есть пошаговая инструкция. Я очень рада, что ты задала этот вопрос, потому что на самом деле многие не знают, как себя вести в случае аварии. Первое – это, конечно же, обменяться информацией. То есть спросите у водителя, если он, конечно же, есть у второго водителя, его страховую бумажку, его driver's license. И сфотографируйте обязательно его машину, свою машину, любые повреждения, которые есть на теле. То есть по максимуму нужно задокументировать это происшествие. После того, что вы обменялись информацией, можно звонить в полицию. Приезжает офицер. Обязательно запишите его имя, его badge number и попросите у него копию current report. В это же время вы можете позвонить в страховую компанию и зарегистрировать аварию с вашей страховой компанией. Когда вы позвонили в полицию, обязательно приедет скорая помощь. Не постесняйтесь поехать в госпиталь на скорой помощи. Многие боятся, потому что им выставляют счет после того, как они приезжают в госпиталь. Но это все покрывается страховой компанией, когда вы делаете клейм. После госпиталя у вас появится возможность позвонить вашему паралегалу или адвокату, то есть нам. И мы сможем помочь вам заполнить все первичные формы, все послать с страховой компанией, чтобы начать ваш легальный процесс. Нужно не забывать, что страховая компания не на вашей стороне. И то, что вы нанимаете нас, чтобы защищать ваши интересы. Спасибо за такой развернутый ответ. И, конечно, самый актуальный вопрос, который при этом возникает, сколько стоят ваши услуги? Вы знаете, к сожалению, наши люди привыкли, что ничего бесплатно не бывает. Но мы можем гарантировать, что наши услуги абсолютно бесплатны. И мы непосредственно зарабатываем с того, что мы, получив и закрыв ваше дело, мы сможем получить наш процент. То есть, если мы просто закрыли дело и ничего не смогли добиться для нашего клиента, мы не получаем ничего. Просто закрывается файл. И многие люди переживают и боятся, что они будут что-то платить или им нужно будет заплатить за первую консультацию. И поэтому они не боятся обратиться к паралегалу или к адвокату. Но мы можем гарантировать, что когда они к нам придут, они получат все свои ответы на все свои вопросы. И это будет абсолютно бесплатно. То есть, насколько я понимаю, ваш процент зависит только от успешного завершения дела? Абсолютно верно. Теперь я знаю, куда обратиться за квалифицированной консультацией и помощью. Но давайте помните соблюдение ПДД и уважать других участников дорожного движения.